Танцы на льду России в текущем году отрываются по полной. В десятках дуэтах произошли изменения. Одни поставили карьеру на паузу, другие меняют партнеров и не по одному разу. С новой сенсацией началась и эта неделя. Чемпионы юношеских Олимпийских игр 2020 Ирина Хавронина и Дарью Черезана разошлись, а фигуристка уже нашла себе нового партнера. В межсезонье о распаде сообщили сразу четыре пары. Много, но не катастрофически. Все-таки позади Олимпийский цикл, да и Россию не пустили на международные соревнования. Когда как не сейчас пробуют новые сочетания. А дальше что-то пошло не так. Из той восьмерки преобразовавшихся пар до 2023 года дожили не все. Елизавета Пасечник, Максим Некрасов, Софья Тютюнина, Андрей Багин и Елизавета Шанаева, Павел Дрозд. Остальные либо закончили, либо снова распались. Так, например, случилось с Аннабель Морозов и Дэвидом Нарижным. Пара, у которой все складывалось неплохо в сезоне, две победы в российской серии Гран-при, распались прямо перед чемпионатом России, якобы из-за нежелания партнера тренироваться в США. Примерно в то же время стало известно о драке Нарижного с Андреем Багиным. Потасовка случилась на четвертом этапе Гран-при в Москве, где Дэвид присутствовал как зритель, а Багин с Тютюниной стал вторым. Тогда показалось, что фигуристы могли не поделить Морозов, оба все-таки теперь ее экс. Но нет, по информации Спортэкспресс, конфликт между мужчинами случился из-за Ирины Хаврониной. И это уже отдельная история, требующая внимания. Дуэт Хаврониной и Дарья Черезана казался железобетоном. Победители юношеских Олимпийских игр 2020 года, нескольких этапов юниорского Гран-при, юниорского чемпионата России особняком стояли среди новообразованных пар. У них был опыт совместного продолжительного катания, даже победа над серебряным призерами чемпионата России 2022 Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Выяснилось, что инициатором расставания стала Ирина, а позже стало понятно почему. Спустя пару дней Хавронина встала в пару с Нарижным. Да-да, оказалось, фигуристов связывают романтические отношения. Отсюда и конфликт с Багеном в ноябре, и Дэвид, по информации Спортэкспресс, расставшись с Морозов, не желал видеть никого своей партнерши, кроме Хаврониной. Та и настояла на уходе от Черезана, который был намерен продолжать сотрудничество с партнершей. Любовь зла. Олимпийский чемпион Роман Костомаров остается в медикаментозной коме. Об этом сообщил хореограф Максим Ставицкий. «Мы все болеем за него. Я уверен, что он справится, выкрапкается из этой сложной ситуации». Глобальных изменений в его состоянии нет. Он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то нет. Иногда приходится читать новости из проверенных источников о резком ухудшении его здоровья. Когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких. «Мы с Ромой еще покатаемся», – приводит слова Ставицкого ТАСС. Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к КВЛ и КМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в коммунарку. С того времени Костомаров не приходил в сознание. Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, прокомментировал недавние слова депутата Госдумы Светланы Журовой о возможных причинах заболевания спортсмена. Напомним, Журову предположило, что Роман Костомаров мог заболеть из-за того, что на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках. Я прочитал, такая нелепость, он 4 или 5 выступлений провел на морозе, был без теплой одежды, приводят слова Сергея Костомарова, телеканал 360. 13 января различные СМИ сообщили, что тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса. Уточнялось, что легкие спортсмены могли быть слишком ослаблены на момент заболевания, поэтому ухудшение состояния произошло так быстро. Сергей Костомаров также ответил на вопрос о состоянии сына. Ничего не изменилось. Ждем все так же в стабильном тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся. Приводят слова Костомарова-старшего, телеканал 360. Фигурист Глеб Смолкин в социальных сетях поздравил с днем рождения свою партнершу и спутницу Диану Дэвис. Дишенька, поздравляю тебя с твоим 20-летием. Самую красивую, лучезарную, добрую и искреннюю девушку. Будь самой счастливой со мной, написал Глеб Смолкин. Диана Дэвис и Глеб Смолкин серебряные призеры чемпионата России, бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров и победители финала Кубка России среди юниоров. Глеб Смолкин является сыном российского актера Бориса Смолкина. 16 января появились сообщения, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин задумываются о смене спортивного гражданства на израильское. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступала ни на одном соревновании внутри России. В Федерации фигурного катания Израиля прокомментировали слухи о возможном переходе российских фигуристов Диана Дэвис и Глеба Смолкина. «Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов, только если они подают заявки. И переговоры мы ведем только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля», прокомментировал ситуацию директор Федерации фигурного катания Израиля Борис Чайт в интервью Матч ТВ. В сезоне 2021-2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионат мира и Европы, а также на Олимпийские игры 2022 в Пекине. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14 место. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала по социальных сетях. На фото фигуристка позируют купальники из Дубая, где проводят отпуск. Напомним, Александра Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки высокая температура. 1 октября стало известно, что 18-летняя Трусова перешла из группы Терри Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светланы Соколовской, где тренируется ее бойфренд Марк Кондратюк. Об отношениях Александра Трусова и Марка Кондратюка стало известно после Олимпийских игр 2022 в Пекине. Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе. Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы 2022 в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, что значит для нее фигурное катание и назвала самый распространенный миф о своем виде спорта. Самый распространенный миф о фигурном катании, что это спорт для 15-летних и очень худых девочек. Для меня фигурное катание это дело всей жизни, моя безусловная любовь. Оно сделало меня известным человеком, подарило огромное количество встреч с очень интересными людьми и помогло осуществить некоторые мечты. А если одним словом, то фигурное катание для меня это искусство. В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то места, события, люди вокруг. Мне очень нравится вращение, а из прыжков четверной тулуп. Мне кажется, что это знаковый для меня прыжок. Когда я только начала его прыгать, то это был сложный элемент, который давал мне шанс выигрывать соревнования. Сейчас же это элемент, который снова мне дает надежду на победы. Я начала его учить на удочке, а потом уже без приспособлений. Освоить его мне помогали не только тренеры, но и фигурист Алексей Ерохов. Он в тот момент катался в группе Терри Георгиевны Туберидзе. А впервые четверной тулуп получился у меня в мой день рождения, приводит слова Валиевой Блюпринт. Чемпионка России 2023 года в женском одежном катании София Акатьева рассказала о необычном платье для произвольной программы. В произвольной программе этого сезона у меня интересное и очень необычное платье. Я представляю несколько образов. Сначала я растение, которое затем перевоплощается в животное и завершающие части в птицу. Мое платье отражает все эти преобразования. Наш дизайнер профессионал. Мне очень нравится, как она создает костюмы. Я храню все свои платья для выступлений. На соревнованиях мы самостоятельно красимся и делаем прическу. Иногда я экспериментирую с образом в выходной. Я люблю делать макияж и стараюсь придумать что-то новое. Если бы перед соревнованиями меня готовил стилист, мне было бы некомфортно. Нанесение макияжа помогает настроиться и вжиться в образ. В каждом музыкальном произведении есть что-то свое. Мне легче прыгать под темповую музыку, поэтому фигурное катание у меня ассоциируется с чем-то динамичным. Классическую музыку тоже очень люблю. Часто хожу на балет, а на занятиях по хореографии мы занимаемся под классику. Учимся правильно ее слушать и расставлять акценты в движениях. Мой любимый элемент это тройной аксель, стараясь выполнять его на всех соревнованиях. Училась постепенно, сначала делала двойной аксель, затем тренировала прыжок на удочке, а потом уже самостоятельно. До сих пор бывает волнительно в него заходить. Здесь важно прыгнуть не только вперед, но и вверх, чтобы докрутить прыжок и чтобы он визуально был красивым. В переводе слова Акатьевой блюпринт. Обладательница двух медалей, золота и бронза, юниорской серии Гран-при 2021, победительница этапа Гран-при России в Сочи, Аделя Петросян, рассказала, как настраивается на соревнования и тренировки в группе Этери Тульберидзе. Мы много общаемся с Соней Акатьевой и перед тренировками друг друга веселим. Это отлично заряжает. Бывает, что устала, ничего не хочется, а тут рядом сидит Соня. Мы поболтали, поговорили о жизни, пожаловались друг другу на что-то и уже легче на душе. На соревнованиях мне сконцентрироваться намного легче. Вот он долгожданный момент, здесь и сейчас. Перед соревнованиями каждый сам для себя. Там уже не надо поддержки. У всех свой настрой и свои привычки. Перед соревнованиями я обязательно сплю и с новыми силами выхожу на лед. Последнее время накануне проката не ем. Мне так легче и прыгать проще. Также перед каждым стартом включаю фильм «Иван Васильевич меняет профессию», которую уже знаю наизусть. Он мне всегда поднимает настроение. Мне кажется, это лучшая комедия. Меня искренне поддерживает мама с бабушкой. В их словах никогда не будет обмана или злости. Они всегда помогают пройти какой-то непростой этап. И Терри Георгиевна Туберидзе тоже, потому что не дает расслабиться. Я очень люблю четверной Риттбергер. Это уникальный для меня прыжок. В него нужно закладывать очень много сил и энергии. Когда он удается, хочется его прыгать снова и снова. Первый раз я попробовал зайти в Риттбергер лет в 10-11. Тогда мой первый тренер сказал, что он у меня получится. Я благодарна ей за то, что она помогла поверить в свои силы. А осуществить эту маленькую мечту мне помогли уже в Хрустальном. Самое сложное в спорте – сосредоточиться, когда что-то не получается. Меня вдохновляет много чего. Моя семья, первое место на пьедестале, хруст льда и когда получается что-то новое выучить. Приводит слова Петросян – блюпринт. Приводит слова Петросян – блюпринт. Продолжение следует...